Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги Паралепименон, книга летописи или книга хроник, как она иначе называется, и мы будем сегодня читать 17 главу этой книги. В этой главе рассказывается о желании Давида построить храм Господу. Наконец-то он испытал такое желание. И пророчество Нафана о непоколебимости династии Давида и молитва Давида, которую он произносит перед Богом. Итак, первая тема. Давид желает построить храм. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану, пророку, вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром. Ну, это то, о чем мы говорили. Тут была большая скиния, шатер. Это шатер, укрепленный, конечно, но это шатер. И сказал Нафан Давиду, все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобой Бог. Вот здесь Нафан говорит как человек, который хорошо относится к Давиду. Иногда человек может спросить священника о чем-то, и если священник будет отвечать не помолившись, то он может ответить неправильно. И вот Нафан, в принципе, отвечает неправильно. И третий стих. Но в ту же ночь было слово Божье к Нафану. То есть Господь скорректировал как бы Нафана. «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания, ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до сего дня, а ходил из Скинии в Скинию, из жилища в жилища, где не ходил я со всем Израилем, а сказал ли я, хотя слово, о которому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой, зачем вы не построите мне дома кедров?» И давайте посмотрим, какие есть объяснения на эту тему. Прежде всего, о Григории Великий, это его диалоги, он пишет, «Дух пророчества не всегда освещает разум пророков». То есть Нафан ответил Давиду, скажем так, не подумавши вместе с Богом, не помолившись. В Священном Писании читаем, что Дух дышит, где хочет, это Евангелие от Иоанна 3,8, но нужно понимать, что он, то есть Дух Божий, дышит и когда хочет. К примеру, когда царь Давид вопрошал, можно ли ему построить храм, пророк Нафан дал согласие, которое затем пришлось отозвать. То есть, когда Господь скорректировал слова этого священника. Киприан Карфагенский в своем послании к Верину пишет, здесь говорится о том, что домом и храмом Бога станет Христос. То есть, когда Бог говорит, вы ли построите мне храм. И иссякнет храм ветхий и воздвигнется новый. Как Христос говорил о себе, разрушьте сей храм, то есть храм моего тела, и я в три дня его восстановлю. То есть, он говорил о своем воскресенье. Во второй книге царств сказано было слово Господа Кнофану, пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания. Но будет вот что, когда же исполнятся дни твои, ты почаешься отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чесел твоих, и упрощу царство его, он построит дом имени моему. И я утвержду престол его царства навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки. И Киприан продолжает, так же Господь говорит в Евангелии, об этом истинно, говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено, то есть вот этот вещественный храм, а так же и через три дня воздвигнут другой, нерукотворенный, то есть храм своего тела. И далее мы читаем седьмого стиха и ниже. И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего, Израиля, и был с тобой везде, куда ты не ходил, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое, как имя великих на земле. Я устроил место для народа моего, Израиля, и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожим, и нечестивые не станут больше теснить его, как прежде, в те дни, когда я поставил судей над народом моим, Израилем, и осмирил всех врагов твоих, и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом. А, вот тут непонятно, дом-то уже построен для Давида. Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержду царство его. Тут речь-то идет не о Соломоне, а о Христе. Он построит мне дом, и утвержду престол его навеки. Это о Христе. Христос говорит, я создам церковь мою, это и есть дом Божий, и врата до не одолеют ее. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя, то есть от Саула. Я поставлю его в доме моем, и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно. Все эти слова и все видения точно пересказал Нафан Давиду. И давайте посмотрим еще один комментарий. Это комментарий Василия Кисарийского. Конечно, колено Июдина не пресеклось, пока не пришел тот, к которому уготовано, то есть Христос. И он не воссел на чувственном престоле, потому что царство иудейское перешло к Ироду, то есть поплатит как раз, пресекся дом Давида, сыну Антипатра, Аскалотиянина, и к детям его, которые разделили Иудею на четыре владения, когда областью правил Пилат, а держава всей Римской империи принадлежала Тиберию. Но престол Давида, на котором воссел Господь, потому что Господь – потомок Давида по плоти, пророк называет царством неистребимым, ибо тот есть чайне язычников. Это Бытие 49.10. Ну это здесь текст дается не по синодальному, а не самой малой части Вселенной. Сказано, будет корень Иесеев, и восстающий владеет язычниками, то есть воскреший, на того язычники будут уповать. Но не на Давида же они уповали, не на Соломона. На Христа уповают язычники, обратившись чудом воскресения Христова в веру Христову. Ибо я положил тебя в завет рода во свет язычников, и положу сказано век века семя его, и престол его, как дни неба. Это только престол Христа Спасителя Мессии, как дни неба. Поэтому здесь противоречие. Если иудеи думают, что они хранители престола Давида, так пресекся этот престол. Во дни рождения Христа над евреями царем был кто? Ирод и думинянин, никакой не еврей. А вот на Христе престол Давидов не пресекся. Христос вознесся на небеса и во село деснуя отца, воцарился на небесах, а именно не только как Бог, но как человек, как потомок Давида. Вот в этом смысле род Давидов не пресекается именно во Христе, который создал свою церковь и сказал, что брата не одолеют ее. И вот когда Давиду Нафан пересказал все эти слова, далее читаем, и пришел царь Давид и стал предлецом Господнем и сказал, кто я, Господи Божий, и что такое дом мой, что ты так возвысил меня. Имеется ввиду, возвысил меня, что мой потомок по плоти вознесен будет на небо и восядет одесной богатца. Потому что Христос по плоти сын Давидов. Но и этого еще мало показалось в очах твоих, Божий, ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль и взираешь на меня, как на человека великого, Господи Божий. Что еще может прибавить пред тобою Давид для возвеличивания раба твоего? Ты знаешь раба твоего, Господи, для раба твоего, по сердцу твоему, ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие. Давид здесь молится со всяческим усердием. Он вспоминает о том, как Господь избавил из Египта народ. Также говорит, ты соделал народ твоего Израиля своим собственным народом навек. То есть век это определенное время. Если было сказано на веки веков, это уже не определенное время. И ты, Господи, стал Богом его. Итак, о Господи, слово, которое ты сказал о рабе твоем и о доме его, утверди навек и сделай, как ты сказал. Давид молится. Это молитва, она здесь 17 стиха по 27 и мы прочитаем окончание этой молитвы. 26 27 стих. И ныне, Господи, ты Бог, и ты сказал о рабе твоем такое благо, начни же благословлять дом раба твоего, ибо он был вечно пред лицом твоим, то есть в твоем замысле, ибо ты, Господи, благословишь, то будет он благословен вовеки. Вечно пред лицем твоим, как сказано о людях церковных, что Господь избрал их прежде створения мира. То есть на самом деле здесь прямой перенос темы о потомстве Давида на единственного потомка, то есть на Христа, престол которого не поколеблется во веки веков. А династия Давида она пресеклась и сейчас никто не может четко сказать, кто из евреев является каким-то отдаленным потомком Давида, а кто нет. Хотя в иудаизме есть такое представление, что все на оси, то есть как бы духовные лидеры еврейского народа, начиная от пророка Даниила и царики своих поколений, они как бы отдаленные потомки Давида. Но это все очень неопределенно. Правда, в случае с Даниилом мы можем сказать, что он потомок Давида, потому что было сказано отберите детей царских для служения при языческом царе, царских, то есть потомков Давида. А вот в случае мудрецов всяких, цадиков, доказать их родство с Давида практически невозможно. Это как бы вопрос больше веры. А Христос точно потомок Давида. Даже во враждебном тексте по отношению ко Христу в Талмуде сказано о нем, о Христе, что он близкий к дому царскому, то есть по своему происхождению. Продолжение следует...